Продолжая разговор о хранимых процедурах, мы поговорим о их преимуществах и недостатках. При этом преимущества и недостатки мы будем рассматривать не самих по себе хранимых процедур как инструмента, а скорее в сравнении с реализацией процедурной обработки данных в прикладном коде. Тут мы говорим о том, что база данных чаще всего не рассматривается как-то отдельно от какого-то окружения, а используется в виде хранилища и, возможно, способа обработки данных в рамках информационной системы. Тогда мы будем вынуждены выбирать, где реализовать обработку данных в каком-то прикладном приложении или, например, сервере приложений. Или же непосредственно в базе данных. И когда мы будем говорить о преимуществах и недостатках, мы будем говорить именно в сравнении с реализацией обработки в прикладном коде. Итак, первое преимущество, которое чаще всего ставят в плюс использование хранимых процедур, это производительность. В большинстве случаев это действительно так. Почему же? Собственно, тут ситуация достаточно проста, потому что обработка данных, ведется ровно там, где эти данные хранятся. То есть в СОБД данные хранятся, соответственно, там же и обрабатываются. Что здесь важно? Здесь важно, что можно сделать больше допущений по кэшированию данных. Потому что если, например, с базой данных работает много разных приложений и каждое приложение реализует кэширование, то в общем смысле мы не можем сказать, что какой-то кэш в какой-то момент является актуальным, потому что каждое конкретное приложение не изменяло, например, базу. Это достаточно условный пример, но тем не менее. Потому что в любом другом месте данные, в любом другом приложении данные могут быть изменены, и тогда кэш станет неактуальным. Насколько это важно и как-то, может быть, обработано, это не предмет текущего обсуждения. Но как факт можно сказать, что в базе данных, где данные хранятся, всегда будет наиболее актуальная информация, и поэтому кэширование в данном случае потенциально вызовет меньше проблем согласованности данных в разных источниках. Таким образом, данные могут быть закэшированы. Также закэшированы могут быть планы выполнения хранимых процедур, потому что план выполнения операции при работе с базами данных – это, в принципе, отдельная часть. И вычисление этого плана, и анализ его эффективности – это вообще тема отдельной лекции. В рамках курса введения мы ее не рассматриваем, но надо понимать, что процесс, порядок выполнения, и не то, каким образом будут обрабатываться данные в рамках даже простого на вид селект-запроса, это не всегда совершенно однозначно будет вариант этого исполнения. Поэтому хранимый план выполнения процедур – это тоже преимущество, которое можно, с помощью которого повышается производительность. Дальше – организация поддержки целостности. Ну, или другим термином можно воспользоваться – согласованность. Бывают и довольно часты такие случаи, когда с помощью ограничений целостности, которые дает нам религиозная модель или SQL-модель, или какие-то внутренние способы ограничения целостности, которые предоставляет конкретный СОБД, нельзя реализовать всю сложность, которая характерна для отображаемой в базе данных предметной области. И тогда нам необходимо условно-вручную поддерживать эту согласованность. Ну, частые примеры, которые приводятся в примерах о использовании транзакций, это снятие, перевод денег с банковской ячейки, с одного банковского счета на другой, ну, или же, например, в тех случаях, когда у нас по каким-то причинам база данных является ненормализованной, и у нас имеется некоторая избыточность информации, нам необходимо, тем не менее, базу поддерживать в согласованном состоянии, мы должны будем явно заботиться об этом с помощью каких-то механизмов. И хранимые процедуры часто являются довольно эффективным механизмом поддержки такой согласованности. Третья часть, третье преимущество, которое тоже часто приписывается в использовании хранимых процедур, это скрытие структуры данных. В действительности мы говорили о тех недостатках реализационной модели и скрытие баз данных, которые таковы, что, в частности, таковы, что реальные базы данных содержат большое количество таблиц, и структура данных зачастую настолько сложна в реальных приложениях, что воспринять ее программисту, который реализует какое-то прикладное приложение, достаточно сложно, и постоянно держать это в голове часто, скажем так, просто не получается. При этом мы можем с помощью хранимых процедур реализовать некий интерфейс, и тем самым иметь все преимущества классической реализации интерфейса, который будет скрывать за собой детали хранения данных, а, соответственно, используя методы этого интерфейса, мы можем хранить данные, получать данные и, в общем-то, обойтись, в принципе, без прямого отображения и без прямого использования таблиц. Модульность. Ну, тут тоже достаточно понятно. Модульность в данном случае понимается под возможностью использования хранимых процедур, естественно, повторное использование кода, реализация процедур, которые сами себе называют процедуры и так далее. Ну, и плюс разные СУБД реализуют объектные расширения, в частности, Oracle нативно реализует объектные расширения, когда можно строить свои структуры, вводить свои типы данных и реализовывать методы их обработки. Таким образом, реализованная в виде хранимых процедур логика, хранящаяся в базе данных и исполняемая там же, может быть, скажем так, ну, более компактной и более поддерживаемой, чем простой набор каких-то операций, реализованных в виде каких-то скриптов. Следующим важным моментом, который очень часто используется, особенно в приложении, где высокоответственность, ну, яркий пример – это всякие банковские системы, где очень часто используют подобные вещи. Это безопасность, да, о чем здесь мы говорим. Мы говорим не только о разделении данных, разделении доступа к данным между различными пользователями, доступа к таблицам, к представлениям и так далее, а принципиальной возможности закрытия доступа, прямого доступа к таблицам для каких-то приложений, а возможности использования только хранимых процедур для выполнения операций. Во-первых, это дает возможность, например, прямого аудита в базе данных, да, в частности, если кто-то когда-то обратился к каким-то данным, это может быть аудировано с помощью хранимой процедуры, сохранено в отдельных таблицах, где будет зафиксировано от какого пользователя, в какой момент времени, каким данным был произведен доступ, ну, и, собственно, результат попытки этого доступа, например, прошел ли он проверку с точки зрения прав. И в данном случае использование хранимых процедур, особенно с учетом того, что они располагаются там же, где данные, которые могут быть анализированы при проверке правил безопасности, является, ну, в каком-то смысле, преимуществом. Собственно, то, о чем мы тоже косвенно немножко раньше говорили, это использование общего кода процедур при работе БД с несколькими приложениями, да. То есть, если, например, нам необходима какую-то логику, ну, например, те же действия по аудиту или проверке прав доступа реализовать в нашей информационной системе, то если у нас база данных используется разными приложениями, не будем сейчас говорить о причинах, но, например, так случилось, и так действительно бывает, и, в общем, и целом сплошь и рядом, то реализация, например, таких рутинных операций, как бы сказали, пришлось бы делать отдельно в каждом приложении. Не то, чтобы эта задача невозможная, но решение любой, даже иногда с виду, конечно, простой задачи, на самом деле, может повлечь сложности и в поддержке, и в развитии программных систем об этом. Тоже можно говорить отдельно и долго, но, тем не менее, если мы имеем возможность что-то реализовать один раз, в данном случае какие-то типовые операции по работе с базой, то, конечно, во многих случаях очень хочется так сделать, и такая реализация будет более оправданной. В этом смысле, если у нас несколько приложений взаимодействуют с одной базой данных, то общие функции, реализованные в виде хранимых процедур, будут реализованы однократно, и их изменения, ну, часто говорят о том, что их изменения не приведет к необходимости изменения кода приложений. В жизни-то это не так, потому что если мы меняем как-то интерфейс хранимой процедуры, например, она начинает принимать несколько больше параметров или возвращать не те типы значений, то это, конечно, требует изменения самих приложений, но, вероятнее, все не такого существенного, как это потребовало бы, если бы нам необходимо было бы, например, изменить логику того же аудита, который мы хотим как раз возложить с точки зрения функциональности на хранимую процедуру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!